Итоги уходящего года в сфере торговли подводит начальник управления Елена Подмаркова. Сегодня в Мытищах 245 объектов общественного питания. Это кафе, рестораны, столовые, закусочные, среди которых шесть закрылись в прошлом году. Однако 14 предпринимателей запустили свой бизнес и уже нашли первых клиентов. Цифры говорят о том, что эта сфера, так же как и бытовое обслуживание, продолжает свое динамичное развитие. На совещании обсудили, что изменилось в законодательстве. Как теперь продавать слабоалкогольные напитки? В первую очередь, это, конечно же, зарегистрироваться в личном кабинете честного знака и заявить все свои торговые объекты и точки в данной системе и проводить определенные отчеты для того, чтобы действовать в ногу со временем и в соответствии с требованиями законодательства. Изменения в законодательстве касаются всех точек, которые торгуют пивом и другими слабоалкогольными напитками. Также на встрече обсудили вопросы оплаты за товар или услугу. Это может быть наличный или безналичный расчет, за исключением переводов денег на карту. Всем предпринимателям напомнили, что на каждый товар должен быть сертификат, а у сотрудников обязательное наличие медкнижки. Следующей темой обсуждения стала антитеррористическая защищенность объектов торговли. Все объекты торговли практически являются местами массового пребывания людей, которые будут потенциально подвержены определенным опасностям. И необходимость соблюдения антитеррористических требований, это, наверное, сейчас на поместке первым пунктом у нас идет. Каждое место с массовым пребыванием людей необходимо максимально защитить от опасности извне. Паспорт объекта как раз содержит все нужные сведения о том, как он охраняется и какие еще меры предпринимаются в этой связи. Это нужно, чтобы сберечь жизни и здоровье людей, сохранить имущество окружающей среду. Следующая встреча чиновников и предпринимателей состоится весной.